О безопасности на выборах, а также о том, где можно написать заявление для того, чтобы проголосовать по месту пребывания, смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». Роман Синеговский провел встречу с активом общественных объединений социальной направленности и лидерами политических партий. Встреча прошла в формате «Круглого стола». Доверительный разговор главы района с общественниками касался самых важных тем – предстоящих выборов президента Российской Федерации – гражданской активности славянцев общественного порядка на территории района в преддверии и в день проведения выборов. Вместе с главой, с участниками «Круглого стола» общались прокурор района Александр Фоменко, руководитель Следственного комитета Евгений Руднев, начальник полиции Юрий Скорняков. Представители правоохранительных органов заверили, что в день выборов 18 марта будут приняты все меры по обеспечению общественного порядка и недопущению нарушений законности. С 12 марта территориальная и участковые избирательные комиссии перестали принимать заявления для голосования по месту пребывания. Если вы в день выборов не сможете прибыть на свой избирательный участок, у вас еще есть время оформить специальное заявление с защитной маркой на своем избирательном участке, где вы включены в список избирателей, и проголосовать там, где вам будет удобно. Такие заявления будут приниматься до 14 часов 17 марта. Центр занятости За два месяца 2018 года на территории Славинского района произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в результате которых 6 несовершеннолетних получили травмы. Некоторые дети перевозились без удерживающих устройств. Сотрудники госавтоинспекции еще раз обращают внимание на обязательное требование перевозки детей до 7 лет в автокреслах. После 7 лет необходимо пристегивать ремнями безопасности. Эти простые правила помогут сохранить жизнь вашему ребенку.